Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Бавовна! Ребятки, я вам уже говорил, что Бавовна была не только и не столько на Туапсинском НПЗ, который действительно требовал, чтобы его опять немножечко подсократили, подужали, с тем, чтобы он прекратил работать, а то безобразие, целую неделю отработал, и все. Но также в Новороссийском порту, дело в том, что там довольно большой морпорт, и различная перевалка различных грузов идет, и там же нефтебаза. И вот просто море наших беспилотников туда долетело. Есть видео, видео в описании к данному ролику, переходим, смотрим, кайфуем, где аборигены снимают доблестные украинские беспилотники, которые просто тупо один за одним летят туда. Один за одним, ребята, это просто, это доставляет кайф. И еще удивляются, а где же наше ПВО? А почему по ним никто не стреляет? Не, сказать правду, там из Берданки несколько, пару раз пальнули по этим беспилотникам, потом, видимо, закончились патроны к Берданке, они перестали стрелять. Не знаю, может, там с Харкачки поплевали, может, там с Рогаток популяли. Ну, короче говоря, все, что летело по порту, все долетело, ребята. Рашисты, конечно, потом рассказывали, что они их ПВО... Их ПВО, ребятки, в Большой Попе, вот, да, просяк, Попа, это ж такое выражение, абсолютно, по-моему, легальное, да? Филейное. Их беспилотники в филейной части тела, да? Так вот, их беспилотники, ой, говорю, беспилотники, их ПВО. Значит, ПВО у них сейчас находится, оно сильно подусечено, а я еще раз скажу, что вчера произошло, так там оно совсем уже усечено получилось, там большой привет установки С-350, вот, новейший, да, 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 да. Так вот, оно у них находится либо в Крыму, во временно оккупированном украинском Крыму, либо на Москве, на территории Московии, там вот эта Московская область, то, что является истинной Московией, да? Вот там оно находится. Все, ну, может, где-то еще пятыми вдоль фронта говорить о том, что у них еще где-то есть ПВО, нет, потому что его физически нет. И произвести его, ну, блин, это года, ребята. Так что, все, что вот это вот, а там интересно, там они снимают эти беспилотники, а там, блин, один, второй, третий и так далее. И они говорят, до этого уже штук девять пролетело, никто по ним не стрелял. А почему не стреляли? Уже нечем стрелять. Ну, иди гуляй по нему, там, я не знаю, что там с берданки, там, что у них есть, я не знаю, что там. Рогатину можно запустить, да, плюнуть в него можно. Там матюкать тоже можно этот беспилотник. Но он от этого, как правило, не падает. Ну, падает туда, куда надо. Так что, там прилетело по порту то, что надо. Порт был остановлен, там все взрывалось. Местные так прифигели. Некоторые говорят, да нет, текать надо, потому что сейчас вообще все разнесет. Разнесли все, что хотели. Короче говоря, этот Новороссийский морской порт, я не говорю, что точно уж помножили на ноль, но на минус один помножили точно, да? Да, кто в курсе по математике? Там же прилетело по нефтебазе. Тоже видно, что нефтебаза горит этого порта. То есть, ребята, просто кайф. Смотришь, думаешь, ну, наконец-то. Да, всего в этой атаке замечательно принимало участие более ста беспилотников. Из того, что я видел, то, что там Рашистам удалось снять, это, ну, я видел беспилотники лютые. Может, там были бобры. Сейчас же у нас десятки видов тех беспилотников. Фиг его знает, какие там могли. Могли китайские вот эти, как оно, Магун, Мегун летают. Тоже разные абсолютно летают, и Бог его знает. То есть, я уверен, что наши разные используют. Почему? Потому что каждый летит по-своему, по своей траектории, со своими особенностями. Ну, и гизбей. А если их много, если они все разных типов, вообще красота. Вот. Так что, все туда прилетело. Морской порт там потух немножечко, да, по утих. Вот. И это не может не радовать. Я всегда говорил, Новороссийский морской порт это первоочередная наша задача. Точно такая же, как крымский хвост. Вот. Тот должен был постоянно поджат, а этот должен постоянно не работать. Потому что это абсолютно законная военная цель, которая позволяет путинскому вот этому вот незаконному режиму продавать что-то, покупать что-то и так далее. Вообще, Черное море должно быть закрыто для расистов полностью, да. Там им делать нечего. Это Украинское море. Ну, частично вот эта часть. Когда еще отвоюем Кубань заберем, то будет вообще красота. Но это будет немножко позже. Пока что, ребятки, в сухом остатке. Из того, что мы видим по этим кадрам, Новороссийский морской порт отработали первый раз. Не, его когда-то отрабатывали, если надо было. Это был 23-й год. Ну, так, знаете, спорадически было. Туда и, кстати, несколько этих дронов было, морских прилетало тогда. Ну, это, скажем так, это были первые атаки, первые опыты. А сейчас просто, знаете, если за 23-й год можно говорить, что это были опытные образцы туда долетали, то сейчас это на промышленной основе. Туда летит уже в Новороссийск, все как полагается, да. Вот, и надо ожидать увеличения, потому что вот этих самых беспилотников у нас море. Ну, что их солить, что ли? Зачем нам их солить? Ну, он есть Новороссийск, он есть Ярославский завод, он есть Омский там нифтезавод. Что они там стоят? Что им там делать? Все, хватит. В Москве возвращаем к границам 15-го века, да? Ну, и в состояние 15-го века. Лапти, Анучи и гундяй там, сатанист впереди с крестом, крестный ход. Все будет Украина. Редактор субтитров А.Семкин,